Компания «Нутриция» представляет Бронхиальная астма Каждый родитель дорожит здоровьем своего ребенка. Развить физическое и духовное здоровье ребенка – основная миссия каждого взрослого. Именно вы, родители, создаете здоровое будущее своих детей. Здоровое поколение Высококвалифицированные врачи и выдающиеся тренеры объединяются для выполнения одной миссии – создания поколения здоровых людей. Показать профессиональный подход к физкультуре, к профилактике и к лечению хронических заболеваний у детей – основная задача проекта «Здоровое поколение». Организаторы проекта – Первый детский медицинский центр и служба здорового тела. Здоровое поколение Одним из тяжелых хронических заболеваний у детей является бронхиальная астма. Традиционно диагноз астма воспринимается многим родителям как приговор для ребенка. Мы покажем, как помочь ребенку вести активный образ жизни и чувствовать себя здоровым. Команда детей вызвалась помочь специалистам продемонстрировать то, какие физические упражнения используют в лечении различных заболеваний. Привет, меня зовут Вероника, мне 13 лет и я люблю играть в футбол. Родителям надо помнить, что перед началом занятий физической культуры необходимо пройти обследование для определения функциональных возможностей детского организма. Лечебная физкультура при бронхиальной астме у детей включает использование общего крепления физических методов. Это обязательно ходьба, гимнастика, активные упражнения, плавание, лыжи. Хороший эффект дает общеразвивающие упражнения, упражнения на расслабление и на координацию. Специально подобранные реабилитационные программы способствуют восстановлению нарушенных функций дыхательного аппарата. Здоровое поколение Тренеры и врачи обнились для выполнения одной общей задачи – создания здорового поколения. Мы формируем физическое и духовное здоровье детей. К каждому ребенку применяем бережный, индивидуальный и профессиональный подход. Служба здорового тела разработала специальные комплексы для детей с различными заболеваниями именно в плане лечебной физкультуры. Лечебная физкультура является важным компонентом при лечении, профилактике и сохранении хорошего самочувствия у детей со многими заболеваниями. Главное, чтобы все занятия были грамотно дозированы и подобраны индивидуально. Поэтому Веронику первым делом отправляем к специалисту первого детского медицинского центра. Существует несколько ключевых тестов, которые используются для диагностики астмы. Некоторые из них, например, тесты легочной функции, определяют работоспособность легких. Другие выявляют чувствительность организма к аллергенам. Анализ крови может дать общую картину состояния организма. Все это необходимо для того, чтобы определить состояние ребенка и, соответственно, снизить чистоту приступов. С рекомендациями врача ребенок отправляется в спортивный зал, где тренер составляет комплекс упражнений, которые позволят поддерживать себя в форме. Любую тренировку необходимо начать с разминки, которая позволит разогреть мышцы и настроиться на занятия. Веронике рекомендовали начать с подъема таза из положения лежа и приседания с шаром. Эти упражнения позволяют разогреть организм. Главное, на что необходимо обратить внимание, это дыхание. Нельзя забывать и об общем укреплении мышц. Для того, чтобы развить мышцы груди, был выбран тренажер «Бабочка». А для тренировки ног тренер порекомендовал и показал, как правильно делать жим ногами сидя. Навыки, полученные при занятиях лечебной физкультуры, мы переносим на повседневную жизнь, что позволяет уменьшить реакцию дыхания на различные стрессовые ситуации. И дальше позволяет уменьшить объем и длительность применения лекарственных препаратов. Много положительных эмоций. Мне очень понравилось. Буду заниматься дальше. Врачи и тренеры подберут индивидуальную систему обследования, наблюдения и тренировок вашего ребенка. Станьте участником программы «Здоровое поколение» и получите подарок от первого детского медицинского центра и службы здорового тела. Звоните 244-00. Ваш звонок – здоровое будущее вашего ребенка. Мы вместе создаем здоровое поколение.